всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл я очень удивлен что китай по-настоящему воюет с мировыми брендами и судить сами почему я так говорю ребята 24 доллара стоит bluetooth наушники при том версия bluetooth 5 которые ну я не скажу что они хорошо играет но они играют вполне себе сносно они легкие у них есть в комплекте кредл цена за пару разумеется и есть свои недостатки конечно у них но ребята за такие небольшие деньги вы можете полноценно их использовать занимаясь спортом бегая из ушей они не выскакивают и меня это просто поражает давайте же разберем подробнее фирма для меня новая называется out son моделька с индексом 1 и начнем с внешнего вида комплекта и характеристик комплекте у нас идет зарядное устройство сменные амбушюры несмотря на то что наушники дешевые сам кредл такая коробочка с индикацией единственное наушники дешевые я попутно рассказывают чем они в чем выражается дешевизна например здесь есть индикатор один он только горит синим цветом когда есть заряд и соответственно красным когда заряда нет узнать сколько в кредле заряда не представляется возможным самым конечно также из дешевой пластмассы тут чудес никаких нет разумеется выглядит не то что дешево на ощущение берешь руки понимаешь это недорогая вещь простой дешевый пластик но работает и за эти деньги на том спасибо заряжает конечно же сами наушники они весят всего по 4 грамма самое главное что я первым делом проверил это подключается ли они автоматически ну при условии что нашем телефоне включен bluetooth подключается мы вытаскиваем их оба можно и один кстати но оба вытаскиваем вставляем в уши и они соединяются связь не теряют дальность связи до 10 метров версии bluetooth 5 при перерывов нет я ими пользуюсь второй день более часа в пути я их использовал они не разрядились кстати работать должны где-то до пяти часов максимальное время работы потом заряжать и емкость вот это кредла в нем конечно батарейка 600 миллиампер час емкость каждого наушника 50 миллиампер час соответственно раза три еще зарядить наушники будет точно можно что неплохо до 15 часов суммарно может время работы быть на самих наушниках есть индикатор он горит двумя цветами соответственно синий когда наушники работают но не всегда периодически мигает красные когда наушники разряжаются это хорошо на самих наушниках есть по одной кнопки кнопки позволяют ответить на вызов я разумеется проверил я звонил разговаривал мне сказали что слышно мне не так хорошо вот опять же выражается то что наушники недорогие но слышать можно какого-то булькания нет но слышно хуже чем обычно тут я Я от вас с этой информацией не утаиваю, разумеется. Есть кнопка, притом очень забавная. Обычно наушники все беспроводные. Два раза нажимаешь и трек вперед, если мы слушаем музыку. Три раза нажимаешь и трек назад. Здесь реализован другой алгоритм. Правый наушник, на нем написано R. Вставляем в ухо. Кстати, вставляется амбишуры вниз. И это очень забавно. Я впервые, когда стал использовать, я их ставил неправильно. Ставьте правильно, звук очень хороший. Ну, для своей цены будет, сейчас расскажу. Так вот, на правый наушник два раза нажимаешь вперед трек. На левый два раза нажимаешь, назад трек. Ну и, соответственно, ответить на звонок можно. Громкость регулировать с них нельзя, имейте в виду. Вставляем наушники в уши. Сразу они хорошо достаточно изолируют. Я ездил с ними в метро. Можно на высокой громкости слушать музыку или смотреть фильм. Громкости хватает. Разумеется, нажатие ставит на паузу. Наушники, так же, как и Кредл, выполнены из дешевого простого пластика. Никаких изысков здесь нет. На мой взгляд, недостаток. Обычно, когда я снял амбишуру посмотреть, здесь нет никакой выемки. Поэтому есть небольшой, но все-таки риск. У меня не было, но я надеюсь, и не будет. Что при вытаскивании амбишура может остаться у вас в ухе. То есть, они здесь поленились или не учли вот такое колечко сделать. У меня не было такого. Надеюсь, и не будет. Но от вас я тоже эту информацию не утаиваю. Но это, наверное, максимум придирки, который можно, если даже захотеть. Максимум недостатки, который я здесь нашел. По качеству звука. Конечно, есть такое выражение, звезд с неба они не хватают. Но звучат, может быть, скажете, что я преувеличил, привираю. Мне понравился звук лучше, чем в наушниках Xiaomi, которые я сам лично купил, заказал, но продал после обзора. Не понравились. Но Xiaomi, конечно, наушники аналогичные, фан-фактор имею в виду, звучат несколько побогаче. Здесь, на мой взгляд, есть бас, есть средние частоты, даже высокие. Но дело все в чувствительности. У нас чувствительность здесь всего 90 дБ. Это очень мало, реально. И, конечно, если вы считаете себя меломаном, любите хороший звук, ну вы понимаете, за 24 доллара наушники не могут звучать хорошо. Но нет такого чувства, что хочется снять, устаешь от них. Просто звучит, ну так, средненько. Ну, если вы не меломан, так называемый. Если вы берете их для тренировок. Либо просто, чтобы в ухе что-то у вас играло. У вас устроит качество звука. Оно не плохое и не хорошее, а где-то ровно посерединке. Ну, если сравнить, можно сравнить не с комплектными наушниками, которые обычные, телефонные, которые совсем никакие. А что-то, вот, не знаю, рублей там за 400, за 500. Купите проводные. И не к самому хорошему источнику звука подключить. Вот будет приблизительно то же самое. Подводим итоги. Меня по-настоящему удивляет цена. На Алиэкспресс они продаются 24 доллара стоят. Ссылку я оставлю под этим видео. Если кто-то хочет купить, несмотря на все недостатки, которые я перечислил, это очень хорошая покупка. Реально очень хорошая. Для занятий спортом, повторюсь, они не выскакивают. Они очень плотные. То есть, вы можете даже боксировать, я не знаю, с ними. Ну, по уху лучше не получать тогда. Но они действительно хорошо сидят. Их чувствуешь в ухе, разумеется. Но они не выскакивают. Звук, которым я подробно рассказал, тоже терпимо. Разговаривать по ним можно. Время работы не такое маленькое. Кредл маленький. И, ребята, ну, я просто по-настоящему в восхищении от китайцев. Вспоминаем, сколько стоят наушники от Абрендов. В общем, думайте сами, решайте сами. На мой взгляд, очень свою цену, качество, они не то что оправдывают, они значительно вперед уходят. Такие наушники такого уровня могут стоить значительно дороже. Здесь же предлагают за очень небольшие деньги. Поэтому, если кто-то думает купить себе наушники, за которые будет не сильно стыдно, то, пожалуйста, ничего плохого явно в них нет. И я ими буду пользоваться. Реально. Я их буду использовать для занятий спортом. Я хожу в тренажерку и вот использую. Начал использовать и буду продолжать. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид, счастливо. А я еще немножко послушаю музыки. И один прикольный момент. У меня два телефона же сейчас, основных до сих пор. Соответственно, один я тестирую. Это Huawei P30 Pro. На него скоро будет обзор. А второй, мой старый Xiaomi Mi Mix 2S. Ну, я скоро от него избавлюсь, он мне уже поднадоел. Так забавно, что когда два Bluetooth включены, здесь пятый Bluetooth версия, напомню. И у меня один наушник подключился к одному телефону, второй ко второму. Это было необычно. И играла разная музыка. Ну, соответственно, нужно отключить от одного устройства, подключить к другому. То есть, это прикольно. Все, счастливо.